google microsoft яндекс вконтакте facebook telegram cloudflare и десятки других гигантов которые постоянно на слуху задают тенденции эти индустрии и концентрируют на себе посредственно или непосредственно большую долю всех интернет-пользователей планеты это ведущие компании сотнями сотрудников каждый из которых знает свое дело и сидит на хорошей зарплате только представьте минимальный бюджет компании сотни сотрудников каждый из которых получает хотя бы 60 тысяч долларов в месяц оплатил ли кто-нибудь из нас гуглу за использование поисковика и 15 гигабайт на и облачное хранилище а фейсбуку или вконтакте за обилие развлекательных картинок и уверенный аптайм конечно же нет ведь все только что перечисленное бесплатные услуги не дать не взять например telegram не имеет явной монетизации которая могла бы объяснить неограниченное дисковое пространство для хранения личных файлов бесперебойность работы и активную разработку я не видел кнопку пожертвовать на их сайте кто эти великие люди готовые покупать и финансировать многомиллионные проекты просто так бесплатно на благо человечества все корпорации зарабатывают на пользователя и куда лучше очевидная платная подписка чем неявная монетизация с непонятными источниками более всего это не дает мне покоя в абсолютно бесплатных сервисах с миллионным онлайном закрытыми исходными кодами и отсутствующей страницей помощи проекту копеечные донаты им просто не нужны когда профилированные данные пользователей продаются оптом по-другому я это увидеть не могу деньги делают деньги это известное высказывание перед тем как заработать первый миллион миллион вкладывается в создание продукта в разработке участвуют далеко не только программисты и инженеры как принято думать но критически важную роль и занимают маркетологи и психологи эти ребята знают человеческую натуру и имеют ключи к нашему вниманию времени и в конце концов и что самое главное к нашему кошельку это люди в картине мира которых я и вы всего лишь источник прибыли как какая-нибудь нефтяная скважина в заповедной зоне конечно бизнес имеет место быть в современном мире и я не говорю о зависти к богатым предпринимателям однако упомянуть отрицательное явление концентрации капитала здесь уместно монополизаторы рынка от года к году монополизируют его все больше и больше и уберите наивных людей со сцены охраняющих честь гигантов вроде microsoft мы регулярно видим новости о препонах которые учиняют гиганты задавливая стартапы зародыше это корпорации зла с улыбкой в рекламе люди принимающую облик справедливости и правды а по факту отрекшиеся от них почти в каждой книге из серии про успешный бизнес можно найти мысль говори что хочешь лишь бы они делали то что тебе нужно в виду этого неудивительно повсеместное размещение шильдика open-source упоминание сквозного шифрования и лучшую приватность по крайней мере лучше чем у конкурентов все эти ярлыки всего лишь маркетинг как надпись без гмо на пачке дешевого майонеза чтобы лучше понять что такое проприетарщина скажем что такое open-source откроем гну . org грааль ричарда столмана начинателя философии свободного программного обеспечения смысл проповеди которого свободное использование распространение и модификация программного обеспечения кем как и где угодно приведу адаптированную цитату некоторые несвободные программы такие как photoshop очень дороги другие например flash player доступны бесплатно но это второстепенная подробность в любом случае они дают разработчику программы власть над пользователями власть которой не должно быть ни у кого на январь 2020 года перечислено около 450 примеров различных вредоносных функций популярных несвободных программ к примеру скрытый сбор данных и это только верхушка айсберга названные две программы объединяет другое это и другая вредоносны потому что власть развращает разработчиков когда же программы свободны их контролирует сообщество как лично так и коллективно и нет ничего что делалось бы в тайне от пользователей проводя аналогию покупки программы с покупкой хлеба можно обратить внимание на два вопроса заставляет ли продавец хлеба заполнить анкету с указанием номера телефона чтобы подтвердить что вы не котик и раскрывает ли продавец состав своего продукта иначе вы не можете быть уверены что вас не кормят мышьяком и что номер вашего телефона как и остальные личные данные не попадут в третьи руки отчетливо видно что идеология свободного программного обеспечения выходит за рамки банального противопоставления платному п.о. так как open source вполне нормально продавать чего стоит один redhead enterprise linux вопрос куда глубже но в рамках этого видео мы сделаем акцент на централизацию коммерческих программ то есть привязку к одному поставщику и его капризом тут же на сайте gnu.org мы видим популярные ответы на вопросы о мотивации людей писать свободное по развлечению образование политические идеалы профессиональная репутация и отдельным пунктом ненависть к монополизатором вроде microsoft и apple преобладают нормальные человеческие желания люди делают для людей потому что просто хочется чтобы было или кажется что можно сделать лучше но в конце концов программирование это тоже захватывающая игра где логического мышления нужно больше чем в любой онлайн стратегии рекомендую каждому целиком прочесть раздел философия на сайте gnu.org для формирования более завершенного мнения о том чему посвящено это видео и за что мы боремся скажем о необходимых средствах коммуникации как о составляющей успеха развития свободных программ коммерческие проекты движутся в подавляющей части из корыстных побуждений и с ними все просто есть финансирование будет результат но что требуется идеи рожденный в выходной вечер чтобы стать общественно полезным развивающимся проектом что нужно человеку написавшему программу для развлечения или самообразования чтобы его продукт не остался пылиться в альфа-версии месяц спустя для развития свободного проекта нужна платформа совместной разработки и бак трекер гид легко доступное средство общения чат площадка приема пожертвований для материальной поддержки разработчиков и если проект растет и имеет множество нюансов форм согласен названные критерии сами собой разумеющиеся но я не назвал последнюю составляющую активное сообщество никто не будет вкладываться в никому не нужные продукты максимум дойдет до первой работоспособной версии и остановится именно активное сообщество неравнодушных пользователей сообщают о багах помогают друг другу в чате закидывают несколько рублей разработчику в знак признательности и формируют структурированную базу знаний на форуме даже исключив донаты из списка необходимого мы получаем хорошую базу мотивации для разработки сегодня самое популярное место публикации совместной работы является гитхаб не скажу что это обусловлено только удобством скорее частыми упоминаниями и большим объемом уже существующих проектов я принципиально не использую гитхаб и ничего не теряю ведь это всего лишь один из многих гид сервисов факт принадлежности гитхаб к microsoft не может оставаться без последствий каждый месяц появляются новости об удалении репозиторий в каких-либо свободных программ из-за несоответствия правилам хорошо если исходный код удаленных проектов хранится где-то еще и не будет утерян но зачем при наличии альтернативы заключать сделку с заведомо ненадежным поставщиком услуг который вынужден подчиняться воле людей для которых значимость нашего блага равна нулю покупка гитхаба microsoft ам была обусловлена чем угодно кроме бескорыстного желания поддерживать свободных разработчиков и независимые проекты известны случаи когда microsoft поглощала копировала выпуская под своим именем или просто душила свободные проекты к примеру недавно обсуждаемая возможность запуска линуксовых программ в среде windows разработчика оставили ни с чем выпустив его продукт под новым именем и своим брендом дабы долго не распаляться ненавистью microsoft скажу что мы сами выбираем с кем дружить и глупо вступать в проигрышные отношения развернуть гития гопс или другой гид сервис достаточно просто более того существуют уже десятки если не сотни публичных серверов для хостинга исходных текстов где мировоззрение администрации близко к нашему настораживающим является повальное использование централизованных мессенджеров для создания чатов свободных проектов это обусловлено дикой популярностью этих мессенджеров среди пользователей но дайте здравое объяснение почему поддержать отдельно взятый open source проект нормально а использовать для этого другое этичное решение не позволяющие третьим лицам строить преграды и как-либо вторгаться в деятельность коммуникации сообщества это значит сложно или неоправданно мы видим как единичные исключения превращаются в повсеместные тенденции когда-то нормой был арси затем xmpp также известный как жабер а теперь куда ни глянь телеграм-каналы в лучшем случае матрикс чаты почему я негативно озвучиваю даже открытый матрикс которому светит большое будущее ответ прост в данном контексте он немногим лучше ватсапов если является единственным средством коммуникации сообщества повальное использование мессенджеров имеющих богатый удобный функционал усыпляет разум пользователей они теряют причины и желание посещать форумы кликнуть по иконке и написать в чат свой вопрос а затем обсудить там же в отдельной ветке его решения очевидно быстрее и проще чем открыть нужный раздел формы и тщательно описать свою проблему беда в том что вся информация в чатах в порочном круге может повторяться и решение каждой проблемы приходится описывать снова я видел как банальные вопросы в чате подобный вечному двигателю зашел один ему объяснили через полдня зашел другой с этим же вопросом ему снова расписали решение затем заходит третий пользователь и все повторяется пустая потеря времени и сил главная проблема в этой истории отсутствие индексации тысячу раз повторенных мануалов найти сообщения с ответами через поисковые системы не получится что приходится делать человеку тщетно гуглющему свой вопрос правильно найти адрес чата зайти и в тысячу первый раз задать надоевший всем вопрос умоляю только не пишите комментарии про рабочий поиск телеграмма для поиска информации в чате неужели не видна разница между любой поисковой машиной и банальным парсингом чата в проприетарном приложении ци на мой взгляд арси рожденный в конце 1980-х годов является лучшим решением для чатов сообществ федеративный не требователен к ресурсам сервера прост в использовании имеет множество удобных десктопных мобильных и веб-клиентов работающих в окне браузера даже отсутствие обязательной регистрации и оффлайн сообщений я сочту плюсом полная свобода и простота для решения незначительных вопросов и непринужденного офф топ чата а rc или по простому ирка сама отсылает нас на форумы для решения серьезных задач так как не логирует историю сообщений на сервере последним частым аргументом против обособленных форумов и чатов является их недолговечность дескать наберется база знаний а администратор форума пропадет форум сломается и данные будут потеряны с этим не поспоришь такая угроза есть нам остается ответственно подходить к своим проектам за работоспособность которых мы берем на себя ответственность вместо того чтобы бездумно поднять чат по какому-то мануалу и созвать туда всех до кого дотянутся руки следует тщательно понять механику работы сервера и службы а также при необходимости обеспечить регулярное резервное копирование всех критически важных для инфраструктуры файлов на системного администратора такого ресурса ложится защита доброго имени децентрализации и открытых технологий если мы являемся обычными пользователями следует уважать бескорыстного администратора понимать его как человека у него своя личная жизнь проблемы и переживания с нашей стороны будет правильно отблагодарить его корректным поведением и помощью в организации и да чуть не забыл последнее о формах давайте не будем токсичными пользователями обиженными на жизнь перду нами отпугивающими вновь пришедших пользователей от сути вопроса подытожу мысль как минимум разработчику свободного по необходимо обратная связь пользователей в виде бак репорта и пожеланий а при хорошем стечении обстоятельств денежные пожертвования также приятно видеть вовлеченность сообщества непосредственно в написании программного кода эти рассуждения мое субъективное мнение основанное на личном опыте и наблюдениях вы можете меня дополнить или поправить буду благодарен open source это самообеспеченная коммуна а мы все бегаем от одного проприетарного благодетеля к другому в надежде на путевку в хорошую жизнь но все ооо и и п всегда будут ответственны перед законом и в силу этого ограничены даже при самых лучших побуждениях поэтому децентрализация скрытые сети свободное программное обеспечение все готово только бери но об этом в следующий раз найти текстовую версию всего сказанного и сделать вклад в новое видео можно в гид репозитории канала чувствую себя этим соловьевым каким-то который башку промывает